Своего деда я помню, к счастью помню, потому что был маленький, когда мы с ним общались, довольно-таки коренастым, стройным, довольно-таки строгим мужчиной, потому что он был учителем. Родился он в 19-м году в деревне Челаны, в Таштырской, наверное, район тогда был, и пошел служить незадолго до войны, до начала войны. Служил в артиллерийском полку, станция Югра, это также недалеко отсюда, Кемеровская область. Когда началась война, в сентябре его вместе с сибиряками отправили под Москву, там они защищали Москву. И после этого, поскольку шли ожесточенные бои, офицерский состав довольно-таки редел, он был отправлен на переподготовку, на повышение квалификации и учился на офицера. До этого он служил замполитом в Роте. В нашей семье есть уникальная фотография, когда в их полк присылали подарки из тыла и вручали эти подарки. Ему вот на этой фотографии вручают рукавицы, а рукавицы связала девушка из эскиза. Ну, вот так случилось, что воевало несколько миллионов, и именно вот в это время, в это место так сложилась такая судьба. Уникальность данного снимка в том, что он не знал о существовании этой фотографии. И когда находился на лечении, это уже конец 80-х годов, в Абазе, молодой человек из соседней палаты зашел с журналом «Советский воин» и говорит, «Отец, это случайно не ты?» Вот увидел фотографию, действительно, на ней оказался он. Сделали запрос в Министерство обороны и оригинал фотографии выслали. Такая действительно уникальная ситуация, такая память. У нас хранится в семье. В составе того же артиллерийского полка закончил войну он в Праге, поскольку было разделение, часть войск ушла на Берлин, а именно он в 45-м году победу встретил в Праге. Служил до 46-го года, поскольку был, можно сказать, профессионалом своего дела, потому что призвался еще до войны. Сразу не отпускали домой, и в 46-м году он вернулся домой, стал учителем, довольно-таки, как я уже говорил, строгим, серьезным учителем. Ну, последнее такое, не хочется говорить последнее, но все-таки воспоминания, говорил Максимович, когда мы ехали на Покос, мы ехали вместе, я уже не помню, где остальные были, наверняка мы ехали не одни. И рядом с нашей телегой бежал жеребенок. И он говорил, что вот, когда в следующий раз приедешь к нам в гости, я тебя обязательно научу ездить верхом. Ну, к сожалению, не суждено было мечтам сбыться, времена утеряны. Очень жаль. Ну, я считаю, что о таких людях, о таком поколении, в частности, как мой дед, конечно же, стоит рассказывать. И рассказывать молодому поколению, подрастающему, чтобы было на что равняться, кем гордиться. Потому что, пройдя пехоте от начала войны до конца, при этом остаться в живых, было ранение, но, тем не менее, дошел до конца в добром здравии. Слава Богу, конечно же, стоит гордиться. После этого он, как я уже говорил, был учителем, воспитал не одно поколение. Сейчас в моей семье воспитывается три сына. Я очень надеюсь, что они, так же, как и я, будут помнить и гордиться нашим дедом и их прадедом.